Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футбол Ата Жизнь. Итак, мы продолжаем нашу карьеру за сборную Италии. Пока что это все-таки конец уже карьеры нашей за Ювентус, поэтому и чемпионат мира должен поставить такую жирную точку. Итак, мы вышли из группы с первой строчки. Три победы, три минимальные победы по 1-0. Мы все-таки вышли из группы с первой строчки. И вот такой легкий соперник нам попадается в 1-8. Это сборная ЮАРа. Я действительно надеюсь на проход, так что будет, наверное, сегодня 2 матча. И будет все зависеть от того, как мы сыграем, будет ли еще карьера, либо все-таки же нет. Если мы пройдем в четвертьфинал, то этот выпуск мы точно уже завершим. Если мы выйдем в полуфинал, точно будет уже и следующий выпуск. Ну а там уже либо финал, либо матч за третье место будет. Так что нам обязательно нужно выигрывать 2 матча этих в сегодняшнем выпуске. Итак, решилось все-таки выпустить второй состав, хоть он немножко усталый, потому что он отыграл весь матч с Польшей. Недавно он происходил. Так что должны мы сыграть именно вот этим составом. Поехали. Итак, 1-8. Италия-ЮАР. Стадион очень похож на Ростов-Арену внешне. Внешне. Поехали. Стандарт всегда опасен. И Дэниел Ругани. Бывший игрок Ювентуса. Нынешний игрок ПСЖ. Продал я его все-таки в ПСЖ, когда был на посту тренера Ювентуса. Но в сборную я не побоялся его взять. Отличный результат. Центральный защитник теперь у нас еще и забивает. Италия хорошо играет. В четырех матчах забила уже четвертый мяч. Ну, мне кажется, этот момент Дэниел Ругани запомнит надолго для себя. И вот он Беллотти. Будет ли сейчас второй гол. И отдает на пустыню Болотелли. И это 2-0. Забивает Марио Болотелли свой второй гол на чемпионате мира. И, наконец-то, сборная Италии забивает в матч больше, чем один мяч. Отлично здесь и Беллотти мог бы и сам забить, но не пожадничал. И просто отдал вот так вот на пустые, где уже Болотелли. В таком пижонском, ну, это в его, можно сказать, стиле забивает гол. Отлично здесь Беллотти. Это связка хорошая. Беллотти Болотелли. А теперь и Болотелли вот отдает на Болотелли. И отлично это разгром 3-0. Вот так вот отдал должок Болотелли. Отдал хороший голевой здесь пас. И вот так вот в противоход пробил Болотелли. Забивает тоже свой второй мяч на чемпионате мира. И пенальти, друзья. Пенальти. Верди зарабатывает его. Ну и что, это все-таки будет ли первый игрок из сборной ЮАРа, который пропустит. Забьет, точнее, гол. Италия пока что не пропускала на протяжении трех матчей. И вот так вот забивает. Унизительный, можно сказать, гол. Но развел это точно. Развел Джан-Луиджи Доноруму. И забивает гол престижа Тау. Отлично. Верди. И забивает 4-1. Вот она ошибка защитников. И Верди забивает тоже свой второй мяч. Сегодня забили в этом матче все те игроки. За исключением Дэниела Руганин забил свой первый мяч. Который забивали на групповом этапе. Верди забил свой первый мяч. И первый на чемпионате мира сборной Италии забил именно Симоне Верди. В первом матче, во втором Болотели. Ну и в третьем Белоти. Вот они все сегодня и забили. Все, друзья, мы в четверть финале. 4-1. Разгром. Однозначно. Для ЮАРа. Ну и сейчас будем вскоре наблюдать, как команды там повыходили. Ну вот слева уже точно мы знаем, что бельгийцы прошли у Ругвай. Испанцы обыграли Уэльс. Ну против Уэльсом тоже можно было сыграть. Хотя мы им проиграли в товарищеской игре. Мы 4-1 обыграли ЮАР. И 4-0 немцы обыграли швейцарцев. Теперь здесь либо Фран... Ну я здесь могу свои ставочки такие говорить. Это французы, бразильцы, англичане выйдут и аргентинцы. Мне вот так вот кажется. Ну не знаю. Здесь соперники все серьезные повыходили. Ну еще и 8 сборных осталось. 4 из них пройдут дальше. Так что это очень серьезно. Наверное все-таки будет какой-нибудь жаркий матч. Италия, Испания, немцы. Немцы, немцы. Не знаю как против них серьезно отыграть. Это прошлые чемпионы. Но здесь мы даже сейчас ничего делать не будем. Ни на какие предложения откликаться. Что ж, давайте, во-первых, посмотрим, что лучше бомбардир. Это игрок сборной Уэльса Лауренс и Нобиль Фекир. Что здесь еще? Ну давайте, правда, посмотрим. Вот, как я и сказал. А нет, англичане все-таки вылетели от Польши. Ну вот, одну сборную я не угадал. Но все-таки против немцев мы играем. Дальше у нас либо Берегицы, либо Испанцы. А хотелось бы все-таки Берегицев. С ними, я надеюсь, было бы легче играть. Но все, теперь у нас должен стараться только первый состав. Вот он на ваших экранах. Так, ну давайте запас мы посмотрим. Вот так. Ну и вместо Деройс я все-таки бы Шаарави взял. Итак, вот таким составом выходим мы. Здесь уже и Мобили, и Болотели. Я не знаю, стоит ли сюда Белотти поставить. Давайте все-таки лучше Белотти. Ну что же, Италия, Германия. Четверть финал. Если мы выигрываем, мы попадаем уже в полфинал. А там либо финал, либо матч за третье место. Где уже серьезные команды уже точно будут. В полфинале мы можем встретиться либо с испанцами, либо с бельгийцами. Но сначала нам нужно хотя бы обыграть сборную Германии. Ну что же, снова стадион в Сочи. Три победы на нем у нас. И три минимальных. Будем надеяться на такой же результат со сборной Германии. Маркизио на Инсинии. Хорошо. Пенальти, друзья. И это пенальти. Вот он наш шанс, который мы должны сейчас реализовать. Леон Горецко нарушает. Отлично там Инсинии разобрался. Корпус быстро успел поставить. Мяч пропустил от себя. Ну и у кого все-таки точность пенальти получше здесь у Иммобили. Он, наверное, все-таки и пробьет. Был бы Задзе, он бы пробил. Либо бы Балателли. У него вот у Балателли 90, там что-то пенальти. Ну что же, Мануэль Нойер. Ой-ой-ой, что творит сейчас Нойер? Отбивает он этот 11-метровый. Он угадал все. И забивает Санне. Пять минут после перерыва и сборная Германии введет уже в счете второй мяч. Лероя Санне на чемпионате мира. И вот так вот. Сборная Италии вылетает в четвертьфинале от сборной Германии. Не реализовали мы пенальти. Ну и пропустили от Санне в самом начале второго тайма. Испанцев в дополнительном времени обыграли бельгийцев. Ну и вот так вот пока что. К сожалению, мы вылетаем. Но давайте все-таки досмотрим результаты чемпионата мира. Это, кстати, друзья, все. На этом заканчивается наша карьера. Это последний был выпуск. Теперь уже только в другой команде, в другой лиге, мне кажется, нам нужно себя пробовать. Обидно. Хорошо так шли. Разгромили ЮАР. Но все-таки проиграли. А и вот как раз Чиро и Мобили переходят в Мадридский Реал. Что там пока что? Ну вот. Французы обыграли бразильцев, аргентинцы поляков. И теперь немцы обыграли испанцев. И они выходят в финал. Ну и французы сыграют с Аргентиной. Тут уже остается пару дней. Итак, друзья, по пенальти все-таки французы вышли в финал. Германия-Франция. Там Испания-Аргентина. Я не знаю, какого числа вообще заканчивается чемпионат мира. Так что мы немножко просимулируем подольше. Все, друзья. Закончился чемпионат мира. Здесь нам показывают, что суперкубок здесь Ювентус Ливерпуль должен. Ну и сейчас мы узнаем, что там было на чемпионате мира. Германия все-таки стала чемпионом мира. Второй год подряд здесь они по пенальти обыграли французов. Но все-таки не обидно проигрывать чемпионом мира, мне кажется. Обидней было бы проиграть тем, которые бы потом тоже снова вылетели. Ну и давайте еще посмотрим на... Кто-то на третье место. Это Испания. Ну что ж, друзья. Большое спасибо за просмотр всего нашего сезона. За Ювентус. Под моим руководством. В 89 мы добились рейтинга. Слабо. Надо было там 90 с чем-то. Не выполняли мы много задач. Спасибо вам большое за просмотр. Ждите новый сезон. Пишите также в комментариях, за какой клуб вы хотите. Все-таки я уже думаю, что, пожалуй, будем так немножко чередовать. Вот играли мы прошлый сезон за Краснодар. Это средняя команда из чемпионата России была. Не стал я не за Зенит играть. Но здесь вот взял именно Ювентус. Так как только туда перешел Крещено Роналдо. Нужно было это все обставить дело. Вот мы выиграли в реальной жизни. Ювентус вообще вылетел от Аякса в Лиге Чемпионов. Но чемпионат они все-таки выиграли. Так что пишите в комментариях какую-нибудь средненькую команду, за которую было бы интересно играть. Может быть, мне кажется, Манчестер Юнайт можно считать уже даже средний. Я все-таки думаю в АПЛ начать следующий сезон. И может быть, это будет именно Манчестер Юнайт. Это Лига Европы снова для меня. Так что будет интересно. Так что до новых встреч, друзья. С вами был Андрей Хорьев и канал Футбол Та Жизнь. До свидания.